Поздравляю, дорогие подписчики, вас с Новым годом! Есть такая традиция, как по окончанию старого года и со встречи нового календарного года люди желают своим близким, знакомым здоровья, счастья. И можно подумать, что у тебя нет этого здоровья, нету счастья, нету любви, и тебе говорят, я тебе желаю, чтобы у тебя это всё было. Поэтому я решила, что я так делать не буду. И я желаю вам, чтобы в Новом году всё, что у вас есть хорошее, всё, что у вас есть самое-самое дорогое вам, оно только вас радовало и становилось всё больше и больше. И в этом видео я хотела бы вам рассказать о том, как встречали Новый год раньше, точнее, как Новый год проходил в моём детстве. Когда-то я была маленькая-маленькая девочка, и мне бы хотелось вот так вот лампово с вами поделиться своими воспоминаниями в процессе ролика. Начну я, наверное, с самого счастливого Нового года, да, такой был, когда мне было где-то лет шесть или семь. Точно семь не было, я ещё тогда не ходила в школу, у меня был кот Элизавет. И мне всегда было очень-очень обидно, что на Новый год, а на Новый год мы обычно хотели праздновать к соседям на этаж выше, мы дружили с семьями, и сейчас дружим, и да, сейчас тоже ходим друг друга, поздравляем с Новым годом, встречаемся регулярно. Так вот, на Новый год кота не брали, потому что там был попугайчик Филя. И когда мне было шесть лет, однажды Элизавета взяли на Новый год. Соответственно, Новый год проходил следующим образом. Все взрослые сидели за столом, слушали речи президентов. Кот Элизавет сидел напротив клетки с попугаем, и не отрывался от нее, его даже не смутил там салют, какие-то громкие звуки открывающегося шампанского. Нет, его ничто не смущало, его просто нельзя было отрывать от попугая, а нас детей, соответственно, тоже нельзя было отрывать от кота Элизавета. И в принципе, я не знаю, как чувствовал себя попугайчик Филя, но желание как минимум пятерых живых душ исполнилось. Элизавет был просто безумно счастлив, что он увидел живую птичку, а мы дети были просто безумно счастливы, что есть котик, и мы на него просто смотрели без отрыва. Это был самый счастливый Новый год. Наверное, только попугай не был счастлив, а все остальные были довольны. Если говорить про самый несчастливый Новый год, то он был тоже приблизительно в этом возрасте. Я посмотрела где-то в 5-6 лет Терминатора, и вот меня послали домой. Ой, зачем-то, я уже точно не помню зачем, но когда я пришла в дом сюда, то свет горел только в прихожей. И мне казалось, что со всех остальных сторон в любой момент на меня может выскочить то ли Терминатор, то ли Фредер Крюгер, и я просто стояла по свету коридора и орала. Орала так, что это услышали соседи, они позвонили моей маме. Тогда не было мобильных телефонов, звонили по городскому, она пришла, спустилась, включила свет в остальных комнатах. Но это было настолько страшно, что я запомнила этот Новый год как самый страшный. А так, надеюсь, как вы поняли, у нас традиция встречать Новый год с соседями, то есть мы собираемся с семьями, каждая семья готовит что-то свое особенное. Шампанское, естественно, курица. Основной атрибут это курица, запеченная тетей Региной. Просто фантастическая вещь. Я сама уже умею готовить курицу, но тем не менее это очень-очень важное блюдо моего детства. Сейчас, к сожалению, на Новый год я курицу не ем, потому что он выпадает на постное время. Я буду печь постный тортик. Воспоминания номер три из моего детства относительно того, как мы делали засаду на Деда Мороза. Опять-таки, нам уже было довольно-таки много лет, наверное, это был класс второй, семь или восемь, соответственно. И вот мы хотели узнать, кто подкладывает подарки под елку. Мой друг утверждал, что Дед Мороз. Я его не хотела расстраивать, и поэтому вместе с ним согласилась делать засаду на Деда Мороза. Начали мы готовиться заранее, учились прыгать сначала с двухъярусной кровати, чтобы захватить Деда Мороза. Потом сделали целый маленький такой шалашик наверху из коробок на шкафу, и хотели спать в этом шалашике. Но в итоге все закончилось весьма, как бы это сказать, паразаично. Каждый лег в своей кроватке спать, и утром мы обнаружили подарки. Но мы старательно готовились. И еще одно воспоминание из моего детства. Когда я была в первом классе, мне, соответственно, уже было 7 лет, я умудрилась заболеть воспалением легких, и медсестра, она даже в новогоднюю ночь пришла и сделала укол сюда вот домой. Как бы это тоже одно из воспоминаний моего детства, как это все было. А, и взрослое воспоминание из моего детства. Однажды, как бы, перед Новым годом, в новогоднюю ночь, меня послали за шампанским. Мне уже было тогда 22, и так получилось, что я не взяла с собой ни паспорт, ни студенческий билет, чтобы хоть как-то подтвердить свою личность. И мне не продали. Сказали, что, типа, вам нет 18 лет, а несовершеннолетним мы не продаем. С тех пор за шампанским в новогоднюю ночь меня никогда не посылают. А еще интересно было встречать Новый год в Полоцке, потому что там были некоторые особенности. Надо было сначала достать елку с чердака, потом игру с чердака. Я все время помню, что когда я лезла на чердак, я очень сильно боялась, что подскользнусь и упаду с этой крыши, там с лестницы, потому что вокруг снег, немножко льда на ботинках, и это было весьма так экстремально. Причем у нас еще сохранились игрушки маминого детства. Они, знаете, такие на палочке, цепляются к елочке и так далее. То есть это весьма-весьма очень приятно. Вот эти старые игрушки, они такие серьезные, важные. Там рыбка золотая с дедушкой, там красная шапочка. Игрушки очень интересные, отличаются от современных. Относительно подарков, я помню, как писала однажды письмо Деду Морозу, я загадывала компьютер. Я не хотела компьютер, просто все вокруг говорили, что компьютер это круто. У меня было это в классе, наверное, первым, либо еще до школы. Я уже так более-менее что-то писать могла. И я писала, я понимала, что не хочу, но как-то написала так по традиции. И в принципе, что интересно, Дед Мороз никогда не угадывал того, что я хочу. Ну, во-первых, я один раз только и писала это ему письмо, и то, когда я писала, я не верила, что он есть. Я прекрасно понимала, что это письмо прочитает моя мама. В детстве до класса третьего я мечтала о таких бумажных конструкторах, которые ты собираешь, там вырезаешь, делаешь замки, все остальное из бумаги. Это была просто мечта моего детства, но никогда я этот подарок не получила. А вторая мечта моего детства, уже став чуть постарше, из класса, наверное, третьего-четвертого, я мечтала о Лего. Но Дед Мороз был упорен и дарил мне, соответственно, энциклопедии серии Аванта Плюс. Они, конечно, мне пригодились, но мечта о Лего, как бы это было нечто. Я, наверное, класса до восьмого мечтала о Лего. Нет, Деду Морозу я вообще не верила лет с пяти, или с четырех даже. Не знаю, мама говорит, что вообще никогда не верила в Деда Мороза. Вот такой я была ребёнок. Деда Мороза не верила, в Терминатора и Фредди Крюгера верила. Такие радостные воспоминания. Пишите о том, какие у вас есть ваши воспоминания из детства, как вы встречали Новый год, как вы его встречаете сейчас. Это, конечно же, очень тёплый семейный праздник, семейный такой уют, такие приятные воспоминания. И я вам опять-таки желаю, что всё то, что у вас есть хорошее, все семейные традиции, которые у вас есть, семья — это очень важно для нас, это очень-очень такое тёплое чувство, конечно же, возникает, когда вспоминаешь о семье. Я искренне желаю, чтобы всё, что у вас есть, такое замечательное в этом году, вообще по жизни, чтобы с каждым годом это становилось всё больше и больше. На этом у меня всё. С вами была Женя. До скорой встречи. Я вас поздравляю с Новым годом. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok